Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа подробностей. Сегодня в нашей студии заведующий кафедрой госпитальной терапии Рязанского государственного медицинского университета профессор Сергей Степанович Якушин. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о конференции, которая пройдет в стенах Рязанского государственного медуниверситета в ближайшие дни. Что это за конференция, расскажите? Вы знаете, конференции такого масштаба у нас очень давно не было в Рязани. Это всероссийский масштаб конференции. Приедут делегаты из практически всех уголков Российской Федерации. Это Якутск, Дальний Восток, Красноярск, Север, Юг, Кубань, Астрахань. Эта конференция приветствует министр здравоохранения Российской Федерации Скворцова Вероника Игоревна. И на этой конференции будут обсуждены самые различные проблемы современной кардиологии, актуальные проблемы по ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, нарушением ритма. Будет проведена прямая трансляция из рентген-операционной нашего кардиодиспансера у больных с острым коронарным синдромом. И особо следует подчеркнуть, что в этой конференции, ну, как бы вторая часть, и даже неправильно назвать вторая часть, параллельно будет проходить конференция молодых кардиологов России. И Рязань впервые удостоилась такой чести принять у себя молодых кардиологов России, которые будут не только учиться у опытных, но и сами показывать свое мастерство, проводя мастер-классы, проводя лекции. И самое важное, что сейчас в рамках современного медицинского образования эта конференция будет проходить с выдачей сертификатов, дипломов непрерывного медицинского образования, которые подписаны замминистра здравоохранения, президентом кардиологического общества, президентом Национальной медицинской палаты Рошалем. То есть это сертификаты, которые имеют юридическое значение для врача. 2015-й минувший год был президентом Российской Федерации, объявлен как год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Почему настолько важным является именно это направление деятельности врачей? Вы знаете, потому что на протяжении многих лет так сложилось из-за большого количества факторов риска, которыми особенно мужчины страдают в Российской Федерации. У нас очень высокая смертность была от инфаркта, инсульта, от других сердечных заболеваний, которые составляли более половины причин от всех смертей. И вот у нас наметилась тенденция за последние годы к снижению смертности. Поэтому не случайно 2015-й год был обозначен президентом как годом борьбы. Вот надо сказать, что такое, я думаю, что не случайное совпадение, потому что у нас в Рязанском регионе в прошлом году были отмечены показатели снижения смертности не только по сердечно-сосудистым заболеваниям, но и по общей смертности, что это очень важно. Так что Рязань в этом плане, по сравнению с другими регионами ЦФО, находится на одном из лучших мест в хорошем смысле. И в частности, подобные конференции, мероприятия, которые проходят в РязГМУ, являются одним из факторов, способствующим этой тенденции? Конечно, потому что эти конференции, они несут необходимые новые сведения, данные для наших врачей, почему и выдаются вот эти образовательные кредиты. Они еще раз акцентируют внимание на том, что может быть уже общепринято, общепонятно, но по каким-то причинам не носят такого, знаете, широкого массового внедрения в практику. Ну, бывают разные для этого объяснения. Поэтому то, что Рязанскому медуниверситету поручена такая честь, это говорит, во-первых, о высоком статусе его, о том, что он не случайно носит имя Великого Павлова. – Скажите, вот в преддверии Всероссийской конференции в Рязанский государственный медуниверситет приезжал главный кардиолог страны, насколько я понимаю. Вот она с чем приезжала? Какие результаты этой встречи? – Вот Ирина Евгеньевна Чазова, она директор Российского кардиологического комплекса, главный кардиолог Российской Федерации. И она, ну, как бы, предваряла вот эту вот конференцию. Ее два очень интересных доклада, ее и сотрудника профессора Астраумы были посвящены в основном проблемам гипертонии, артериальной гипертонии, метаболического синдрома. То есть, тем двум основным факторам риска, которые приводят к атеросклерозу, к ишемической болезни сердца, осложнением которых является инфаркт инсульт. Потому что гипертония – это не просто безобидное заболевание, когда минимум симптомов у кого-то, а как раз она очень опасна своими смертельными осложнениями. А помимо гипертонии, какие еще факторы риска все-таки существуют, давайте обозначим. Ожирение, повышенный уровень холестерина, курение, стрессы, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, но диабет, диабет, который очень широко шагает по планете, в том числе захватывает Российскую Федерацию. Вот в чем проблема. И проблема ранней диагностики, ранней диагностики дислепидемии, ранней диагностики атеросклероза, ранней диагностики сахарного диабета. Вот почему мы говорим о диспансерном обследовании наших пациентов. О том, чтобы пациент сам был заинтересован в своем здоровье, а не только врач. Врач может знать все на 5 с плюсом, быть опытным клиницистом. Но если пациент не привержен к здоровому образу жизни, пациент не привержен к лекарственной терапии, то мы задачу эту не решим. То есть должна быть совместная работа. Обязательно. И весь круг вот этих проблем, о которых вы сейчас говорите, будет обсуждаться как раз вот... Да, и приверженность к лечению тоже наших пациентов, тоже будет обсуждаться. Потому что нельзя быть здоровым, не приложив каких-то усилий. Если человек, ты болен, ты должен прикладывать усилия. Вы же обозначили, что будут и молодые кардиологи, и мастер-классы давать. А если немножко поподробнее вообще о программе конференции... В 17 и в 17 марта с 9 до 17 часов в трех залах будут одновременно проходить пленарные, секционные заседания, вот эти мастер-классы. Тематика, как я уже называл, она наиболее популярная. Это ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность. Будет целая школа, два симпозиума, посвященные нарушениям ритма. Проблема очень важная, и, к сожалению, в практическом здравоохранении она остается нередко за семью печатями. Или как там, остается тайной для многих кардиологов. Поэтому это только, может быть, небольшая, но основная часть тех докладов, которые будут выполнены на конференции. Я думаю, что те, кто придут на нашу конференцию, и доктора, и молодые, и наши постдипломники, интерны, ординаторы, аспиранты, они получат самый высокий уровень современной кардиологии. За последние годы была проведена значительная модернизация. И в системе здравоохранения, и в частности в Рязгамоу тоже работа ведется в направлении этом. Да, вы знаете, вот очень хороший вопрос. Я хотел бы даже немножко его шире раскрыть. Рязанский госмедуниверситет выполняет очень большой объем образовательной нагрузки, проектов, не только для студентов. Мы ведь учим не только студентов. У нас огромное количество кафедр, которые проводят повышение квалификации цикла усовершенствования для врачей. И в том числе по кардиологии, по рентген-ангиологии. И это не может не сказаться на профессиональном уровне врачей. Кроме того, у нас в Рязанской области значительно увеличено количество квот на высокотехнологичные методы лечения. Посмотрите, мы сейчас фактически любому больному с острым коронарным синдромом можем выполнять или тромбоэлитическую терапию, это лекарство, которое разрушает тромб, или проводить чрезкорные коронарные вмешательства, разрушая тромб при инфаркте миокарда. Но я бы даже больше, может быть, акцент сделал не на тех больных, у которых острое состояние, которые угрожаемы по смерти, а ту гораздо большую часть нашего населения, которая чувствует себя здоровой, которая еще не обращается к врачу. Вопросы профилактики в Рязанской области три года назад были впервые утверждены в качестве областной территориальной программы. Совместно с Московским центром профилактической медицины мы явились первым регионом в Российской Федерации, где такая программа была утверждена. За первый год было очень много сделано. Это работа по факторам риска, это работа с педиатрией, это работа по рациональному питанию, борьбе с курением и так далее. Конечно, год или два работы – это недостаточно. Работа должна проводиться регулярно в течение многих лет. Тогда она, как в других странах, например, как Финляндия, может дать снижение смертности на 73%. У нас пока наметилась тенденция к снижению, дай бог, чтобы эта тенденция с каждым годом увеличивалась. Ну и возвращаясь к конференции всероссийской, все-таки такого масштаба мероприятия не каждый год проводится, наверное, да? Каких результатов прежде всего ожидаете? Ну, вы знаете, мы хотим… Какие получить результаты? Мы хотим в первую очередь вылечить нашего пациента. Мы хотим помочь ему в случае неотложной помощи. Мы хотим нашим, особенно рязанцам, но это касается и всего населения Российской Федерации, сказать, обратите внимание на свое здоровье, дорогие наши граждане. Постарайтесь меньше злоупотреблять какими-то вредными факторами риска. Здоровье, оно одно. Оно дается на всю жизнь. Подорвать его очень легко. Вылечить иногда бывает гораздо сложнее. Пока лучшие врачи-кардиологи и ученые обсуждают проблемы сердечно-сосудистых заболеваний на Всероссийской конференции, в наших с вами силах следить за собственным здоровьем, чтобы работы у них было гораздо меньше. В нашей студии был профессор Рязанского государственного медицинского университета Сергей Степанович Якушин. Мы прощаемся с вами. Увидимся в следующих выпусках. Всего доброго!